привет это ваня кудинов вы когда-нибудь задумывались как 2019 году прокачать ладу или другой бюджетный автомобиль так чтобы это не было пошло без тонировки без занижения а например просто сделав автомобиль чуть-чуть умнее мы решили попробовать это сделать установив мультимедийную систему яндекс авто станет ли от этого автомобиль умнее какие будут подводные камни постараемся разобраться благо что 20 июня стартовали продажи этой системы в москве и санкт-петербурге поэтому у нас появилась возможность это сделать вообще каким образом сейчас можно заполучить эту систему можно либо купить автомобиль соответствующей комплектации сейчас прилагаются toyota nissan honda рено и черри либо заказать само устройство уже отдельно и установить его в свой автомобиль осенью обновленной версии системы которая продается уже сейчас выйдет обновление которое позволит открывать закрывать замок или включать выключать фары что и было представлено на недавней конференции як 2019 ну что же давайте посмотрим как это все будет выглядеть и установим в наш автомобиль а кстати чуть не забыл по всему видео будут раскиданы 15 промо кодов на годовую подписку яндекс плюс как например вот этот смотрите внимательно видео и ищите промо коды за 30 тысяч рублей вам придет вот такая белая коробка и давайте же посмотрим что у нее внутри сейчас эта штука поддерживает только 16 моделей автомобилей их вы можете увидеть здесь в будущем конечно же это количество будет расти но конкретно моя модель поддерживает сразу три автомобиля в том числе и мою ладу x-ray давайте же посмотрим что внутри этой коробки комплекте на встречает 4g модем от мтс пол годовая подписка на яндекс музыку различная документация гарантийный талон сим-карта для модема располагается вот в таком отдельном красивом конвертики по этой сим-карте вам доступно полгода бесплатного безлимитного интернета и безлимитно сервисы яндекса на весь срок эксплуатации а также сертификат на его бесплатную установку в партнерских сервисах яндекса ну и само головное устройство с кабелями для его подключения выглядит эта штуковина следующим образом кстати и внутренняя начинка довольно компактная вот так выглядит полный комплект но само головное устройство может отличаться в зависимости от модели автомобиля равно как и диагональ дисплея 8 или 10 дюймов на данном этапе с устройством нельзя никак повзаимодействовать поэтому давайте отправимся в сервис чтобы ее установить пока к сожалению головное устройство сначала приходит к вам домой а только потом вы его берете с собой отправляйте сервис но в будущем вроде как можно будет заказать устройство сразу в сервис и приехать приобрести его там и установить сразу на месте и Субтитры сделал DimaTorzok Я покатался с этой штукой неделю и теперь хочу рассказать, чем она полезна и не очень, а также о замечаниях, потому что минусы здесь есть и о них очень важно упомянуть Первым делом нас встречает вот такой вот экран со сменяемыми виджетами и главная претензия к нему заключается в том, что на мой взгляд здесь нерационально используется информация слишком уж много пустых пятен Вот смотрите, часы и часы, и все Казалось бы, Яндекс об этом немножко подумал и сделал вот такой вот раздельный экран, в котором можно вывести вторую строку виджетов Во-первых, далеко не очевидно, что это разделение вызывается именно по нажатию Я это узнал методом тыка Во-вторых, даже на второй части экрана информация тоже используется нерационально Допустим, мы выбираем вот такую комбинацию, где слева навигатор, а справа часы Но вот, например, у нас есть отдельный виджет с погодой, непонятно, почему бы его нельзя было разместить вот здесь, где есть свободное место, а не разносить по разным вкладкам Вопросы вызывает и виджет навигатора, например, почему бы сюда нельзя было вывести полноценную карту вместо кратких подсказок, ведь вот эта область, она побольше, чем экраны многих смартфонов К самому же Яндекс.Навигатору нет никаких вопросов, это тот же самый удобный и привычный навигатор, который есть в вашем смартфоне, и в данном случае это плюс На мой взгляд, работает он достаточно шустро, ну, конечно, не настолько, как на вашем супер-пупер-крутом айфоне, но, в принципе, для мультимедийной системы вполне сносно Но есть все-таки один моментик, связанный даже с Яндекс.Навигатором Заключается он в том, что голосовой ассистент, который подсказывает вам, куда ехать, очень сильно гасит музыку Еще и сложности добавляет то, что в системе устроено два разных уровня громкости Уровень громкости навигатора и уровень громкости Алисы, которая работает по всей системе У меня часто бывали такие ситуации, когда я, например, еду, уровень навигатора у меня сильно снижен и сильно снижен уровень Алисы И поэтому вместо музыки у меня просто была периодически полная тишина В музыкальном плане все в порядке, потому что реализована целая куча разных источников, через которых можно слушать музыку Во-первых, это, конечно же, FM-радио, которое никуда не делалось из машины по умолчанию Яндекс.Музыка при установке Яндекс.Авто предлагает нам сразу полгода бесплатной подписки на Яндекс.Плюс Так что давайте ее, собственно, и активируем Если вы трушный олдспыльный меломан, то для вас есть вот такая вот вкладка плеер, с помощью которой вы можете слушать музыку с флешки Кстати, флешка теперь у нас вставляется в бардачке Конечно же, никуда не делась и возможность слушать музыку по Bluetooth со своего гаджета Кстати, штатные кнопки на руле позволяют управлять громкостью музыки и всей системы в целом Но что делать, если кнопок на руле у вас нет? Конечно, для некоторых машин эти кнопки расположены вот здесь по периметру Но конкретно для Lada X-Ray этого не предусмотрено И здесь тоже нету никаких ползунков Что делать? Конечно, вы можете зайти в настройки и поменять уровень громкости там Что как бы вообще абсолютно неудобно и не очевидно, что так нужно делать Оказалось, что изменить громкость в любом месте системы все-таки возможно Но об этом я выяснил абсолютно случайно Яндекс, как вы до этого додумались? В своей автомобильной версии ассистент вызывается не просто по запросу Алиса, а слушай Алиса Видимо, чтобы не было случайных срабатываний во время езды Включи предыдущий трек Помимо музыки и навигации, Алиса, естественно, умеет делать все то, что и в приложении Яндекса Кстати, а когда вы только садитесь в автомобиль, Алиса встречает вас с актуальной информацией о погоде и пробках Дальше вкладка телефона и здесь все как обычно Звонки совершаются по Bluetooth И вот скажите, почему нельзя было сделать так, чтобы система отображала уведомления с вашего смартфона? Мне до сих пор приходится лазить за телефоном, чтобы посмотреть, что мне написали Хотя система придумана для того, чтобы от него отказаться Во вкладке с приложениями сейчас особо ловить нечего Потому что никаких сторонних приложений не предусмотрено Самое же интересное из стоковых приложений, которые доступны уже сейчас Это, конечно же, Яндекс.Браузер Он полноценный и работает даже на ходу С его помощью вы можете, например, смотреть видео с ютубчика Правда, железо тянет видео максимум в 480p А еще слушать музыку из ВКонтакте Работает он достаточно сносно, но не супербыстро Поэтому за то, что он просто есть, уже ставим плюс Странно еще, что в этой системе нету настройок эквалайзера Которые, например, в моей штатной магнитоле были А теперь их нет и непонятно, что с этим делать Конечно же, сюда можно подключить еще и камеру заднего вида И все это будет штатно поддерживаться И вообще, в целом-то система полезная И несмотря на всю критику, хочется отметить Что все-таки лучше уж эта система Чем дешевые китайские аналоги, собранные на коленке Плюсы можно записать голосового ассистента Хороший дизайн интерфейса Поддержку от Яндекса И, конечно же, полную адаптацию к автомобилю Но когда к осени Яндекс исправит все мелкие косяки Я уверен, что система заиграет новыми красками Вот такие эмоции вызвала система Яндекс Авто лично у меня Надеюсь, Яндекс, посмотрев наше видео Уже в ближайшем обновлении Избавится от всех косяков Ну а на этом все Мне пора прощаться Всем пока Ставьте лайки Подписывайтесь на канал И вот это вот все Слушай, Алиса Включи следующий трек Слушай, Алиса Включи следующий трек Реакция кота младенцев В первый раз, когда они увидели своего отца Слушай, Алиса